Взорван Керченский, он же Крымский мост. Погибли двое туристов из Белгородской области и их 14-летняя дочь в больнице. Что-то меняет вообще этот взрыв, который так всех сбудуровал? Да ничего он, к сожалению, не меняет и не поменяет. А о чем он? Ну вот, во-первых, Следственный комитет в очередной раз соврал. Это никакой не теракт. Это идет война. Война идет. Развязанная Путиным, путинской Россией против Украины. И в рамках этой войны наносятся удары одной враждующей страны по другой. Вот что происходит. Идет война. А никакой не теракт. А о чем конкретно эта история? О бессмысленности и жестокости отскока. Исторический отскок, он обоснованно, он очень логичен. Он всегда правильный, справедлив. Исторический отскок. А персонально? Ну вот, конечно, хотелось бы, чтобы этот ракет, этот дрон попал бы в машину Путина, Пригожный, Шойгу, Кадырова. И желательно без детей. Это было бы справедливо. Но никакой справедливости человеческой в истории нет. Мы тысячу раз по разным поводам об этом рассуждаем. Прилетело, кому прилетело. Вот погибли эти двое людей. И эта 14-летняя девочка платит, у которой убиты родители. И она покалечена, ранена. Вот она платит за войну, развязанную Путиным, при молчаливом, немолчаливом, но, тем не менее, суммарному вектору, при согласии российского народа. Вот о чем эта история. О том, что прилетает вот так. Почему именно сюда, а не в соседнюю машину, в соседнюю область? Это уже Бровновское движение. Тут нельзя ничего рассчитать. Про жестокость и бессмысленность обратки. Вот она такая. И люди платят выборочно. И причинно-следственные связи всегда есть. Их можно выстроить. Я уже говорил об этой жестокости причинно-следственные связи. Ведь матери Беслана, в сущности, когда за пару лет, или год теракта, когда они в Бесланской школе, когда они голосовали за Путина, они ведь не голосовали за то, чтобы по их детям стреляли из огнеметов силами спецназа 58-й армии. Они голосовали за все хорошее. А может, даже не голосовали. А просто начальство там велело, ну, и так далее. А прилетело вот так. И прилетает именно вот так. Выборочно, случайно. Почему сюда, а не сюда. Но исторический штраф абсолютно справедлив. И никакой не теракт. Идет война. Крымский мост абсолютно законная военная цель. Всех этих людей в буквальном смысле подставил, конечно, Путин. Рассуждая шире исторически, мы себя подставили тем, что позволили этой банде от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все. Так или иначе. Кто смертями, кто, да, беженством, изгойством, тюрьмами. А те, кто даже не подозревают, что будут платить, будут платить их дети там нищетой, да, маргинальностью, оторванностью от мира. Ну и так далее, и так далее. Кто как. Вся Россия платит огромные и заплатит еще. Мы только в начале штрафа. А персонально вот это так прилетает этим двум людям, которые... Бессмысленно теперь рассуждать, что они думали об этой войне. Мы не знаем, что они думали об этой войне. Как минимум, они полагали, что они тут ни при чем. Как минимум, они полагали, что раз фюрер думает за нас, раз ему сказали, что это безопасно, а никуда больше нельзя, да, Крым, в Анталию уже не съездишь, да. Ну, может, съездишь, не знаю, может, где нет. Неважно, важно, что вот так прилетело. О жестокости ответа, вот об этой жестокости ответа. И вот вы сказали, что Путин подставил такую фразу. И действительно, в течение дня, значит, многие анализируют ситуацию, есть такая версия, что оккупационные власти намеренно допустили подрыв моста, чтобы направить транспортные потоки с полуострова по этому самому сухопутному пути, фактически, которые являются военным коридором. И будут использовать таким образом туристов и грузовики как живой щит. И есть вот такая видеоиллюстрация ситуации, которая возникла сразу же практически. Мы не можем подтвердить ее подлинность времени и места действия, но сообщается, что эта трасса, та самая в районе Тамани, значит, стоит пробка. И вот тут видно, что проезжает по встречке спокойно военный грузовик, пока все они стоят. Нет, гражданские действительно на этом видео выглядят как прикрытие. Думаете, реально может быть так спланировано положение дел? Ну, запросто может быть, конечно. А что нам мешает их иезуитским мозгом, так сказать, рассуждая? Что нам мешает, что им помешает это сделать? Какие этические соображения могут им помешать соорудить такой живой щит? Более того, я полагаю, что поскольку война подпитывается только уже человеческой ненавистью, никаких геополитических мотивов уже, нравственных мотивов нету для этой войны. Она подпитывается только, мы уже тысячу раз говорили об этом, начинается как стрелочки на карте, какие-то геополитические положения, какие-то выставленные из пальца, там, карты 14 века, на которых там это принадлежит не вам, а нам, ну и так далее. А заканчивается кровной местью, буквально, когда погибают люди, да? И поэтому подпитка кровной местью, вот такой, наших бьют, наших убили, их не убили наших, да? Эта подпитка, это очень серьезная подпитка этой войны, и она уже работает. Все спустилось на низовой уровень. Мы вспоминали уже там Первую мировую войну, никто уже в 17-16 году не помнил ни про кого-то Герцкого Фердинанда. Речь шла о том, что месиво, кровавое месиво, наших убивают, эти убивают наших, значит, мы должны убить этих, вот и все. И нет никакого другого телеполагания, кроме уже кровавой мести. И в этом смысле дать такой, я думаю, что в Кремле ждут с нетерпением, чтобы Украина сдали нервы, и она бы долбанула по этой, значит, колонии, чтобы погибли мирные жители. Вот очередное преступление украинских фашистов, нацистов, значит, вот отличная повестка для Соловьева, для Скобеевой. Вот оно, истинное лицо там Украины, да, они убивают гражданских, а мы-то освобождаем от нацизма, мы понимаем. Вот это все. Поэтому совершенно ничего не мешает поверить в этот расчет и в этот цинизм. Ну, собственно говоря, они ничего кроме цинизма на этой войне не демонстрируют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!